Добрый день, меня зовут Чижова Александра. Я являюсь экспертом по технологиям платформы данных в Microsoft. Я занимаюсь всем, что касается данных. Это и аналитика, то есть Power BI, и все аналитические вещи из Azure, такие как Machine Learning, Stream Analytics и так далее. Также я занимаюсь хранилищами SQL Server, как on-premise, так и в облаке. Также я занимаюсь еще некоторым расширенным функционалом Excel. Сегодняшняя лекция будет посвящена различным сценариям использования SQL Server в гибридном облачном варианте. Кейсы конкретных компаний. Я потом дам на все эти кейсы ссылки. Расскажу, что внедрялось, расскажу, что от этого получили компании. И сделаем какие-то выводы. Я уже обозначила, что поговорим про кейсы. Обсудим, какие есть сценарии работы с SQL в облаке Microsoft. Мы рассматриваем ключевую область инвестиций SQL Server 2014, которую делает Microsoft. Это создание гибридной платформы для управления данными. То есть мы предлагаем все подходы, разумеется, локальную работу с вашими данными, полностью облачную, пожалуйста. Но то, что сейчас представляет интерес, это именно различного формата гибриды. Мы стремились создать единую платформу управления данными, чтобы она выглядела одинаково для пользователя с точки зрения локальной стороны, для пользователя с точки зрения администрации облачной стороны. Чтобы все инструменты были знакомы визуально, чтобы не было никакой проблемы перехода обучения тех же администраторов и так далее. И что касается облака Microsoft, мы готовы предлагать два основных глобальных решения, которые позволяют запускать реализационную базу данных в облаке в зависимости от того, какие у ваших приложений есть потребности. Собственно, те самые два варианта. Первый вариант – это когда мы просто берем наш обычный SQL Server. Я буду говорить 2014 SQL Server, потому что все-таки это наш последний релиз. Когда мы просто наш обычный SQL запускаем в виртуальной машине, которая находится в Windows Azure. На самом деле, чисто с точки зрения того, как это происходит, как это все настраивается, это аналогично запуску SQL на виртуальной машине в вашей локальной среде, в вашем личном СОДе. При использовании такого сценария Microsoft предлагает всю инфраструктуру и средства управления этой инфраструктурой. Соответственно, это все ложится на наши плечи. Второй вариант – это когда мы используем так называемую службу Microsoft Azure SQL database, которая представляет собой реляционную базу данных на основе SQL Server как услугу. То есть это позволяет очень быстро развертывать новые приложения с помощью нашего SQL. И в этом случае Azure уже управляет всей инфраструктурой, которая касается этого SQL, то есть управляющей инфраструктурой самой базы данных. Что, с одной стороны, позволяет меньше об этом думать и быстрее работать вам, плюс какие-то проблемы, они все решаются нами. В общем-то, дальше как раз будем говорить о сценариях, реальных сценариях использования. Сначала обратимся к SQL на развернутом виртуальной машинке. На самом деле, основной сценарий – это когда мы хотим смигрировать наше существующее приложение, которое у нас есть в SQL, из локальной следы. Потому что с тем SQL, который в виртуальной машине, обеспечивается полная совместимость. И, в общем-то, разницы с использованием в локальной среде нет никакой. Опять-таки, совместимость полная. Мы быстро разработали, мы быстро протестировали. Все хорошо. Разумеется, также можно использовать вот этот SQL виртуальной машинке как место для резервного копирования экземпляров SQL. Соответственно, если что, мы восстанавливаем эти резервные копии. Это происходит достаточно быстро. Продолжая эту историю с резервным копированием, это как раз является идеальным решением, чтобы создать платформу аварийного восстановления. РТО, то есть Recovery Time Objective для SQL, который развернутся в локальной среде, мы для него, соответственно, делаем копии в виртуальной среде, последствием добавление реплик Always On. Always On – это функционал сиквела. Он появился, боюсь обмануть, по-моему, в 2012 сиквеле. Я просто помню, что в 2012 сиквеле у нас есть возможность создания четырех реплик Always On. В 2014-м их уже можно сделать восемь. Соответственно, мы можем их раскидать. Если мы переходим к вопросу базы данных как сервиса, то есть Microsoft Azure SQL, это более удобный сценарий для того, чтобы создавать новые облачные приложения, которые у нас к виртуальной машине привязаны, в общем-то, не будут. Также важно то, что в любом случае, скорее всего, пользователи, используя вот эту службу, они будут обращаться к данным, которые лежат где-то локально, в том числе. Поэтому, собственно, безопасная передача данных обеспечивается между приложениями, между, соответственно, облачным и локальным. Какие у нас вообще преимущества того, что мы вот хотим обращаться к облаку? Я уже сказала о том, что у нас, если SQL лежит в виртуальной машине, то обеспечивается полная совместимость всего и вся, потому что это, в общем-то, аналогично тому, что было. Значит, если мы говорим о SQL в виртуальной машине, то Microsoft, как я уже говорила, управляет инфраструктурой, и он представляет SLA для этой виртуальной машины. Но здесь нужно понимать, что далее обеспечение всей бесперебодной работы компонентов, которые работают в этой виртуальной машине, то есть уже саму базу данных, которую мы там развернули, вопросы операционной системы и так далее, они уже ложатся на пользователя. То есть аналогично, опять-таки, той работе, которая идет при работе с локальной машиной. Вы также, опять-таки, можете установить там свой антивирус, сами это все выбрать. Вы можете сами управлять репликами Always On, как вам душе будет угодно. Также вы, например, можете пользоваться такими нашими продуктами, как System Center, который поможет вам спокойно, централизированно управлять всеми виртуальными машинками, которые у вас есть. Если мы говорим про службу баз данных, то здесь немножечко другой подход. История предполагает, что заказчикам нужна реляционная база данных, которую можно будет легко масштабировать в зависимости от тех нагрузок, которые появляются. Неважно, причем, грубо говоря, мы эти нагрузки ожидали, либо мы эти нагрузки, в общем-то, как-то не совсем можем предсказать. У меня подробнее будет кейс, который как раз обе эти ситуации конкретизирует. Соответственно, нужно, чтобы легко масштабировалось, и нужно, чтобы от пользователя не требовалось управлять никаким обслуживанием всей этой работы. Предлагается, что служба баз данных идет именно для этого. Плюс в нее устроены специальные компоненты, которые занимаются тем же, что и Always On, только не нужно это все настраивать. Это все происходит чуть более в внедренном простом формате. И так же, как Always On, вопрос георепликации также закрывается возможностями данной службы. На самом деле здесь уже получается, что пользователи получают SLA не только для инфраструктуры ниши, но и для самой базы данных. Единственный момент, что сейчас решение SQL в облаке, именно как службы, оно не обладает всей той функциональностью, которая имеет SQL, который находится локально. Но, с другой стороны, есть то же самое горизонтальное масштабирование, достаточно простое, которое у локального SQL нет, потому что, в общем-то, это немножечко разные задачи. Ну, вообще история, что продукты Microsoft, которые в каком-то плане дублируют друг другу, он премис и в облаке, что они все имеют немножечко разный функционал, то есть кто-то из них что-то умеет, что-то нет, но другой продукт умеет что-то другое, что-то другое не умеет. Это, в принципе, во многих продуктах так. Наверное, это неплохо, потому что, в принципе, функционалы именно стараются заточить под те задачи, которые, как нам кажется, пользователь будет решать с помощью нашей платформы. Вот, собственно, поговорим уже конкретнее, как я и обещала, про кейсы. Да, все видно. Так, хорошо. Собственно, сейчас у меня тут немножечко послетало. Вот, значит, я позже покажу, собственно, как выглядит процесс миграции сиквела на виртуальную машину Azure. Будет у меня демонстрация. Вот, поэтому про это я не буду повторять. Просто скажу, что это делается, ну, самый простой вариант через SQL Server Management Console, в которой это все делается практически автоматически в режиме конструктора. Важно, что Azure предлагает достаточно широкий набор виртуальных машин с разными параметрами. Вот, что упрощает миграцию с точки зрения того, что мы можем правильно вложить свои ресурсы и с точки зрения того, что мы можем просто подобрать то, ну, опять-таки, практически то, что у нас уже сейчас используется. Вот, плюс у нас есть бесплатные инструменты, которые позволяют преобразовать невиртуализированные ресурсы. Вот, либо если у вас виртуализация была сделана с помощью других вендоров, не Microsoft, то есть опять-таки ресурс, который позволяет выполнить конвертацию в Hyper-V. Собственно, про конкретный кейс. Компания Track занимается производством велосипедов. И компания Track смогла снизить совокупную стоимость владения всей своей IT-подразделением благодаря использованию наших облачных технологий. У компании Track есть 65 дистрибьюторов из разных стран, точнее, много дистрибьюторов из 65 стран и примерно 5000 розничных компаний по всему миру. Вот, и главное, что у них есть некая специфическая система, которой они пользуются, чтобы заказывать детали, чтобы управлять торговлей. Вот, и, соответственно, платформа Azure помогла с помощью, точнее, посредством перенесения вот этой вот системы управления торговлей в облако сократить расход на IT на 15 тысяч долларов в месяц по сравнению с тем, сколько тратили сотрудники компании, ну, не сотрудники, а владельцы компании, когда самостоятельно обслуживали всю эту инфраструктуру. Вот, миграция, в принципе, прошла достаточно хорошо, никаких проблем не было, потому что это наш открытый публичный кейс, сотрудники с удовольствием рассказывают, как это все у нас прошло и так далее. Вот, собственно, у них в штате 1600 человек, вот, и как раз вот эта система управления торговлей, она предлагается для того, чтобы поддерживать своих дистрибьюторов, чтобы им было проще работать, чтобы можно было управлять товарно-материальными запасами, размещать заказы на детали, на сами велосипеды, отслеживать выполнение заказов и так далее. Вот, соответственно, ее решили принести в облако, потому что система достаточно тяжелая. Значит, IT-подразделение этой компании требовалось, чтобы, соответственно, это облачное решение соответствовало растущей инфраструктуре, потому что, ну, торговля идет хорошо, торговля растет, и также, чтобы приложения легко модернизировались. Вот, соответственно, это внедрял партнер, все было хорошо. Вот, значит, по поводу, собственно, что у нас получилось в итоге. Значит, сначала были принесены только рабочие нагрузки, это торговая система в облако, это помогло сэкономить 5000 долларов в месяц, 5. Вот, далее, когда уже производственные нагрузки будут принесены в облако, то, насколько я знаю, это уже случилось, поэтому не будем говорить в прошедшем времени, в будущем времени, вот, соответственно, это уже получается примерно 15 тысяч долларов по сравнению с тем, что было изначально. Вот, значит, с масштабированием никаких проблем не было, вопрос того, что обновление серверов тоже могло занимать от 2 до 6 недель, тоже был решен тем, что виртуальные машины в Azure добавляются буквально вот раз-два за пару часов максимум. Вот, плюс, в плане трудностей перехода тоже, в общем-то, никаких комментариев отрицательных не было. Вот, можно было использовать вполне привычные средства разработки Microsoft Visual Studio, которые можно использовать в Azure, так что проблем не было. Вот, плюс, на самом деле, компания Track не остановилась на том, что она использовала наше облако для именно вот таких вопросов. Дальше у них есть еще один кейс, то, что они очень активно используют, извините, то, что они очень активно используют Power BI для составления своих отчетов. Вот, то есть, в общем-то, они в том числе используют свою вот эту торговую систему как источник данных для того, чтобы потом облачно построить свою некую отчетность по каким-то параметрам. Вот, собственно, сейчас я покажу, как мы эмигрируем, значит, SQL в виртуальную машину в облако. Сейчас, секундочку. Собственно, что у нас есть? У нас есть локальная среда наша с какими-то развернутыми базами. Вот, мы подсоединяемся, собственно, к нашей базе. Вот, и также у нас, нам доступно, в общем-то, на посмотреть, это подключение к Microsoft Azure, к хранилищу, в котором что-то еще наше лежит. Вот, соответственно, мы используем стандартную известную базу AdventureWorks и хотим ее перенести в виртуальную машину, которая находится в Azure. А? Ой, вы не видите. Спасибо. Сейчас. Да, у меня почему-то слетело вот это. Отлично. Собственно, да, виртуальная машинка лежит, база лежит у нас локально, хотим ее принести в виртуальную среду. Собственно, все достаточно просто. Выбираем задачи, выбираем достаточно очевидный пункт меню, то, что мы хотим задеплоить базу в виртуальную машину, которая находится в облаке. У нас появляется визуальный конструктор, который, в общем-то, на мой взгляд, ни у кого проблем вызвать не может. Мы подключаемся к нашему локальному SQL серверу. Все у нас хорошо. И дальше мы решаем, какую базу хотим перенести. Вот у нас есть тестовая база для этого. Соответственно, потом мы начинаем стучаться в Windows Azure, чтобы посмотреть, что нам доступно, с какими вообще контейнерами и хранилищем мы можем работать. Соответственно, нам стал доступен список тех сервисов, которые нам доступны в Azure. Нам это в смысле тому человеку, который лезет, да, логин, пароль. Мы выбираем сервис для этого специальный, который был подготовлен. Вот, соответственно, можем выбрать имя виртуальной машины. Все хорошо, идем в настройки. Вот, здесь, соответственно, можем уже задать логин, пароль для… Ну, не задать, а ввести логин, пароль для нашей виртуальной машины, которая была создана. И начинаем стучаться уже к ней, посмотреть, насколько у нас все хорошо получается. Собственно, да, все так и есть. База данных та, которую мы хотим перенести. Вот, соответственно, там еще есть достаточно большое количество настройок, но, в общем, в последнем шаге визарда у нас просто появляется информация о том, что у нас будет происходить далее, то есть, да, что у нас и куда перенесется. Вот, соответственно, оно начинает думать, думать, думать. Опять-таки, вопрос о том, что Microsoft пытается унифицировать и сделать знакомыми все визарды, все конструкторы, которые у него есть среди разных продуктов. Например, если мы работаем с инструментом Power Query в Excel или в Power BI, неважно, да, то есть, когда мы забираем данные откуда-то, то, в общем-то, весь этот визар, то он, ну, для Power Query, конечно, попроще, но в целом он очень похож визуально, поэтому он не вызывает никаких проблем вот у тех, кто первый раз с ним столкнется. Так что это тоже, на самом деле, очень приятно. Собственно, ура, у нас все получилось. Вот, теперь мы можем проверить, что, в общем-то, база перенеслась, и она действительно есть, соответственно, мы хотим понавидеть те базы, которые у нас есть в нашей облачной структуре, вот, и, соответственно, все у нас хорошо, наша база перенеслась, и мы с ней уже дальше можем работать, в общем-то, абсолютно точно так же, как мы работали раньше, просто теперь она работает на мощностях уже Майкрософтского хранилища, свою задачу мы выполнили. Пойдемте дальше. Достаточно стандартный сценарий, о котором мы рассказываем, наверное, всем нашим клиентам на каких-то там первых встречах, это тест-н-дев, который мы хотим расположить в облаке. Собственно, мы можем очень быстро инициализировать экземпляр сиквела в виртуальной машине в облаке, и дальше уже, соответственно, отдать его разработчикам, которые уже будут работать с ним в том формате, как он нам нужен. Главный плюс, что это намного быстрее, чем в реальности иногда понимать какую-то инфраструктуру, то есть, если говорить о самом плохом формате, то действительно закупка железа, доставка железа, установка лицензии и так далее, то есть это в реальности все может быть очень долго. В эжире действительно делается там с помощью пары кликов, и можно начинать работать действительно в тот же день, как только было принято решение, собственно, заняться таким сценарием. Также у нас есть такой продукт, который называется Team Foundation Server. Он, в том числе Microsoft Azure, может обеспечить последовательность применения политики управления жизненным циклом всех наших приложений, то есть как локальных приложений, так и приложений, которые находятся в эйжире. Дальше я расскажу про компанию Telenor, которая является одним из ведущих поставщиков сотовой связи, которая смогла с помощью примерно такого сценария снизить затраты на тестирование своих приложений на 70%. И опять-таки среда для тестирования была обеспечена за буквально несколько часов, а не за несколько недель, как обычно. И не было никаких проблем с тем, что, как может быть, он примес в варианте, что мы столкнулись с какими-то ресурсными ограничениями. Такого, разумеется, не было. Как только у нас тестирование и разработка завершено, мы можем уже дальше решать, хотим мы дальше продолжать работать в Windows Azure с этим приложением в каком-либо формате, либо мы можем просто вернуться достаточно просто обратно к локальным ресурсам. Соответственно, снизили затраты на капитальные расходы и ускорили цикл разработки. Также у EasyJet была относительно похожая история. Это, я думаю, многие знают. Это ведущий лоукост европейский. Они хотели предлагать какие-то новые услуги в своих предложениях без большого вливания денег в локальную инфраструктуру. Соответственно, они занялись приложениями, которые занимаются регистрацией на рейс пассажиров, который в том числе включает в себя функционал рассадки пассажиров. Собственно, это было сделано на платформе Windows Azure. Например, инфраструктура стала более гибкой, повысилась степень удовлетворенности клиентов EasyJet, то есть пассажиров. И, соответственно, они активно этим пользуются, и все свои какие-то доработки идут именно в облачном формате. Про резервное копирование. Резервное копирование в Windows Azure в принципе не является исходно таким правильным, хорошим, распространенным сценарием использования гибридного облака. Потому что в принципе здесь получается, что в основном резервное копирование используется самим хранилищем, а виртуальная машина используется только в том случае, если действительно у нас произошла какая-то катастрофа, нам нужно наш экземпляр базы быстро поднять, и, соответственно, мы поднимаем это в нашей виртуальной машине. Это, конечно же, снижает совокупную стоимость владения, потому что, разумеется, мы будем за эту виртуальную машину платить исключительно, если действительно нам пришлось ее воспользоваться, к большому сожалению, для вашей компании. А все остальное время она стоит, и вы за нее не платите. Плюс здесь опять-таки вступают вопросы георепликации данных, которые, собственно, Windows Azure закрывает. Бэкап, он тоже делается через менеджмент консоль, делается очень просто тоже визардом, сейчас я его тоже покажу. Плюс важно, что, во-первых, была добавлена возможность зашифровать ваш бэкап в облачный, чтобы его, соответственно, еще защитить. А во-вторых, 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 что-то еще было, кроме шифрования. Ну, ладно, это будет в самой демке, я вспомню. Соответственно, да, это настраивается либо вручную, либо это настраивается просто скриптом сиквельным, которым можно автоматизировать все и все. Собственно, да, как я и обещала, сейчас я это покажу. Да, собственно, все просто. У нас есть наш любимый AdventureWorks, который мы хотим сделать бэкап и отправить его в облако. В общем-то, я сейчас покажу, что это все делается исключительно с помощью, ну, вариант как-то можно сделать, это исключительно с помощью меню и с помощью конструктора. И хочу добавить то, что сейчас мы находимся в 2014 консоли, но для 2005 и 2008, ну, для 2012 это все тоже есть, встроено, исходно. А для 2005 и для 2008 консоли это есть как бесплатное расширение, его можно скачать. Соответственно, вот это все может быть проделать и для более старых версий. Соответственно, опять-таки, мы идем в tasks, и что мы делаем? Мы говорим, что мы хотим сделать бэкап. В общем-то, все понятно. Здесь, соответственно, все настройки. Мы выбираем действительно, что и так далее. Значит, собственно, про возможность бэкапа в Azure. То есть, да, мы говорим, что мы хотим сделать бэкап и выбираем в меню URL. То есть, соответственно, у нас появится меню, да, URL префикс. То есть, мы туда именно делаем указатель на наш storage-аккаунт в Microsoft Azure, на наш контейнер, куда мы этот самый бэкап файл положим. Вот, соответственно, выдаем свои данные для входа. Вот. Так, что-то я забыла здесь сделать. Так, а почему ты не хочешь? А, да. Собственно, идем в backup options, и, значит, что тут можно сделать интересного? Вот, собственно, да, про то, что я сначала забыла. Еще такой момент, что мы можем наш бэкап сжать. То есть, тоже достаточно полезная вещь. И то, о чем я уже сказала, наш бэкап мы можем зашифровать. Тут важный момент, что сертификат безопасности, который, собственно, используется для шифрования, он хранится исключительно локально. Мы его в самооблако не забрасываем. Поэтому тот зашифрованный бэкап, который нас лежит в облаке, он, в общем-то, защищен, и никаких проблем с этим нет. Все получилось. Бэкап создан. Хорошо. Собственно, так, менюшечку уйди, пожалуйста. Я в тебя сейчас не попаду. Собственно, дальше, что мы хотим сделать, мы хотим проверить, что у нас все хорошо получилось. Я боюсь, я сейчас не могу попасть, куда нужно. Вот, отлично. Соответственно, бэкап у нас уже создался. Мы можем в этом убедиться. Наш аккаунт Microsoft Azure, наше хранилище. Мы идем в контейнеры. Мы видим, что у нас действительно появился контейнер с названием бэкап, который там был создан. То есть, имя, разумеется, можно сделать любое. Соответственно, в нашем бэкапе лежит собственно файл с бэкапом нашей базы данных. Все получилось хорошо, все здорово. Значит, еще один вариант это аварийное восстановление в облаке. В общем-то, об этом уже несколько раз затронули. Мы можем, в принципе, натравить на нашу виртуальную машину нашу базу, и она там поднимется, если что-то случится. Мы можем использовать леприки Always On, которые, соответственно, автоматически нам все поднимут. И, кстати, при бэкапе, я забыла сказать, в общем, чем хорош бэкап Microsoft Azure, так скажем. Во-первых, ну, разумеется, Always On, он встает, на пути всех возможных проблем, которые могут быть. Соответственно, вот у нас лежит наш вариант в Azure, он уже в любом случае не on-premise. Если у нас что-то случилось on-premise, мы его никуда не потеряем. Во-вторых, Azure делает три реплики сам себя. Вот. Опять-таки, внутри своего цода. Вот. И далее, опять-таки, геореплицирование там тоже доступно. Соответственно, если зальет не только вашу компанию, но еще и зальет какой-нибудь из наших цодов. цодов у нас еще несколько. Соответственно, все будет храниться в том числе и в другом. И все будет хорошо. Так. Я почему-то все очень плохо видно. Ну ладно. вот. собственно, извините. Так. Собственно, здесь можно рассказать про Люфтганзу, которая, опять-таки, она использует восстановление, с нее что-то случилось. В общем-то, это все поднимается в облаке. Практически для пользователя это незаметно, потому что это все происходит достаточно быстро. и они снизили свои временные затраты на выставление по сравнению с тем временем, когда они использовали какие-то свои локальные структуры для зеркалирования баз. Да. Да. Когда основная реплика, о господи, основная праймерия база находится именно он-премис и, собственно, происходит регулярная репликация на облачное хранилище. В случае отказа основной базы фейловер происходит автоматически на облачную базу. там поднимается инстанс и, собственно, прозрачное переключение происходит. Да, и, соответственно, мы просто переключаемся туда и работаем уже с удаленным вариантом. Понял. То есть, как только подчинились, в общем-то, если у вас исходный подход такой, возвращаете свое локальное место и… Ну, это, видимо, настраиваемая опция fail-back, fail-over, fail-back. Да. Если мы говорим про такой вопрос, как разработка какого-то еще ПО, опять-таки, здесь… Разработка и продажа какого-то еще ПО. Здесь, опять-таки, мы можем помочь, потому что вопрос по аварийному восстановлению стоит также и у покупателей вашего ПО. Соответственно, у нас есть кейс некая компания, которая называется Manhattan Associates. Она разрабатывает программу для дистрибьюторов медицинского оборудования. Очень специфическая. Вот. Соответственно, у них есть, например, такой клиент, как Buffalo Hospital. Вот. И, соответственно, этот госпиталь, он решил все вопросы аварийного восстановления получить не как свою головную боль, а получить как услугу от, соответственно, Manhattan. А Manhattan создал такую услугу посредством работы с Microsoft, соответственно, сделав это через нас. То есть, клиенты, есть клиенты, которые, в общем-то, предпочтут заплатить деньги, чтобы получить вот это вот аварийное восстановление как услугу и совершенно об этом самим не задумываться. Вот. Значит, вопрос использования уже, да, вопрос использования службы SQL Server Database, которая уже облачная. Вот. Во-первых, ее очень просто создать. Ну, в смысле, экземпляр SQL в облаке очень просто создать. Это делается через менеджмент, ну, через консоль Windows Azure. Это делается действительно там абсолютный конструктор, то есть три клика мышкой и у вас начинает создаваться база. Значит, один подход это разработка новых приложений для облака. Значит, эта служба для этого в основном предназначена. И что мы имеем в виду под созданием облачных приложений? Здесь имеется в виду такие приложения, которые будут иметь необходимость динамично масштабироваться. То есть это любые приложения, куда у нас стучатся пользователи с какой-то вот регулярной или нерегулярной периодичностью. Это, в общем-то, не так важно. То есть, в общем, как раз здесь главная проблема, что либо вы не можете спрогнозировать, как вам будут стучаться клиенты, соответственно, вам очень сложно спрогнозировать, сколько вам надо иметь железа, сколько вам надо иметь мощностей, чтобы все действительно достучали, все получили то, что они хотят, и вы не потеряли никаких клиентов. Как раз эта история про компанию 3M. Она разрабатывает программное обеспечение, которое измеряет маркетинговую эффективность продуктов. И, соответственно, когда они перешли на использование базы данных как службы, они смогли нормально справиться с 400-кратным ростом нагрузки на их базы. То есть, у них там происходят какие-то процессы, пользователи и клиенты действительно начинают активно что-то запрашивать, и никакой проблемы нет. Соответственно, доходы компании также выросли, потому что они не потеряли никого. И расходов особенно тоже нету, потому что если у нас стучится маленькое количество пользователей, у нас, соответственно, база занимает мало места кругля. Ну, ее инфраструктурная часть. С другой стороны, если мы, например, знаем, что у нас бывают наплывы пользователей, то есть, наверное, очень стандартная ситуация, когда у нас раз в квартал пользователи делают какой-то отчет. Все садятся, начинают достукиваться до всех данных, что-то оттуда выгружать и так далее. Но действительно происходит неделя в квартал, потому что все основное время, разумеется, идет обычная рутинная работа. Соответственно, если мы хотим справляться с этой проблемой своими силами, то у нас должна стоять огромная железка, которая выдержит действительно эту страшную недельную нагрузку. А все основные 14 недель квартала она будет простаивать. Соответственно, перенесясь в Azure, точно так же решается проблема, что мы платим только за то, что используется. То есть действительно эту одну неделю мы платим за огромные мощности, а другие 14 недель мы платим за какие-то минимальные мощности или даже может быть, если мы это делаем как реплику, еще и как реплику нашей базы, то 14 недель мы будем платить только за ее хранение, мы не будем ее выдавать пользователям как на чтение и возможно на запись. Один раз мы ее потом будем бэкапить в конце квартала и выдавать пользователям вот пожалуйста делайте то, что вам нужно. Также вопрос не только чистооблачных приложений, но и гибридных приложений. Здесь у нас была компания BetOnSoft, она занимается онлайн казино, у нее несколько тысяч пользователей в день из разных стран мира. Соответственно, опять-таки SQL database, горизонтальное масштабирование, все здорово, то есть проще увеличивать свое присутствие на рынке, проще справляться с какими-то наплывами клиентов, спокойнее можно сделать какие-то действительно акции, которые влекутся за собой то, что тебе начинает стучаться больше народа, не бояться, что твой сайт упадет и так далее. То есть у них 110 игровых онлайн казино, несколько тысяч человек по всему миру играют каждый день, и никаких проблем нет. плюс администраторы баз данных батон софт, они говорят, что процесс администрирования их баз, он стал более удобным, потому что они спокойнее могут часто и быстро проверять свои базы, и так как они часть нагрузки на составление BI-отчетов скинули опять-таки на облачную структуру, разгрузка этого процесса позволила снизить затраты на расчет, на время соответственно и на ресурсы. В общем-то обсудили мы два сценария использования, либо что мы создаем виртуальную машину в облаке и на ней уже запускаем сиквел, либо мы используем сиквел как облачную службу. Можно увидеть красивые цифры у нас, я думаю, уже на самом деле более миллион баз данных Microsoft Azure в облаке, виртуальных машин тоже уже стало действительно побольше, как минимум я очень много создала. Соответственно это все развивается, сервис живой. Большой плюс вообще всех наших облачных продуктов в том, что они действительно очень живо развиваются. То есть это сейчас основное направление развития компании и действительно туда вкладываются большие деньги, там появляется новый функционал, очень часто обновления и так далее. То есть он премис, оно все еще живет, никто от него не собирается отказываться, но там-то все конечно происходит несколько медленнее и иногда действительно не совсем есть все в он премис, что есть в облаке. вот собственно 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 да отлично здорово в общем-то обсудили сценарий рассказал вам несколько кейсов если интересно вот я вывесила ссылки их можно найти то есть можно либо сфотографировать либо вам их прислать либо вы можете сами их найти это на сайте Microsoft Case Studies они все открытые вот собственно да там их разумеется гораздо больше вот вот ну собственно все что я хотела я рассказала по времени я тоже уложилась отлично значит тяжелая Александра если хотите можно задать еще какие-нибудь вопросы если будут вопросы потом мне их можно написать я с удовольствием отвечу если что-то интересно ну то есть по-любому то есть если что-то интересное более конкретное я пришлю какие-то материалы либо устроим встречу в общем очень хотим развивать эти два данных подхода в России потому что это все очень здорово вот большое спасибо 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 Продолжение следует...